Мишка Паддингсон Мишка Паддингсон Мишка Паддингсон Я знаю, что у тебя есть Мишка Паддингсон из Лондона. Расскажи о нем. Я очень много лет назад в детстве ездила в Лондон и побывала и на вокзале, где стоит памятник самому Паддингсону. Он там сидит на своем чемодане, как будто ждет поезд, прям как в фильме. И мы зашли в магазин, а Паддингсон в Лондоне очень популярен еще и на тот момент был. И в принципе сейчас, я думаю, он тоже очень даже актуален там. Мне так понравилось. Я вообще люблю мягкие игрушки. И вот он мне прям приглянулся, показался родным и я его купила. Как думаешь, почему Паддингсон как раз носил с собой чемодан? Всегда. Ну, во-первых, у него стопудово там был мармелад. Сто процентов. Хоть у него и запасы были в шляпе. Вообще, мне кажется, у него запасы мармелада были везде. В какое бы приключение вы отправились вместе с Паддингтоном? Я согласна на третью часть в Перу. Это моя мечта, поэтому я бы туда и отправилась. Первый, первый участок на себя. Лондон, Великобритания. А, да, да. А я предлагаю сделать третью часть и сразу мы, значит, в Перу и рядышком страны. Чили, Бразилия. Ну, давай так. Перу – это мечта Вики на самом деле. Ты готова исполнить эту мечту, только если в рационе был бы мармелад, который обожает? Да, я люблю мармелад. Джем, варенье. Что любит Паддингтон? Что-то сладкое, да, в баночках что-то? Что-то он там варил в первой части. Пусть будет мармелад. Мармелад классный. Ладно, мы закопались в теории. У вас есть любимая игрушка? Была ли она в детстве? Когда Барби появилась. Вот у меня появилась Барби, и у меня прям она была очень дорога. Все любят Барби, девочки. Прям все мне на вопрос, какая ваша любимая игрушка, отвечали Барби. Ну, потому что, наверное, мы все не сделаем. Как вы думаете, почему Паддингтон всегда носил с собой чемодан? Ой, об этом не задумывалась. Наверное, чтобы у него всегда был запас мурмелада. Согласись, немного странная история. Мишка гуляет по улице с человеком. Как бы вы объяснили свои приключения с Паддингтоном? Ну, это что-то нереальное, невозможное, сверхъестественное, и от этого очень классное и крутое. Хорошо, спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо, это классно. Спасибо. Какой момент показался самым ярким во второй части фильма? Ой, я даже сейчас не вспомню. Все моменты были достаточно яркими, красочными. Но самый главный момент – это просто появление самого Паддингтона, конечно же. О, моя любимая игрушка. Мне кажется, они мне доставались по наследству от моих родителей. И их родители у меня была плюшевая лиса. А какие черты вам больше понравились в Мишке? Ну, наверное, то, что он не сдается и верит в лучшее. А вот почему вас именно зацепило то, что он никогда не сдается? Обычно все говорят про его внешний облик. Ну, многие смотрят на внешность, а я люблю смотреть глубже внутрь. Смотрите, ну, странная история немного. Мишка гуляет по улице с человеком. Как бы вы объяснили свои приключения с Паддингтоном? Я бы решила, что это настоящая сказка, которая приключилась со мной. И верила бы до конца в волшебство. И верю. Вот сейчас уже совсем немного осталось до Нового года. И мне, как человеку, который творческий, который много-много лет играл в Снегурочку и сам дарил вот эту сказку, хочется, чтобы все люди верили в нее. И для меня это было бы настоящим приключением. Это прекрасно. А вот как вы думаете, почему Паддингтон всегда ходил с чемоданом? Ну, потому что он любил путешествовать. А что больше вас зацепило в Мишке? Его непосредственность, доброта и любовь к сладкому, как у меня. Если у вас любимая игрушка, была ли она в детстве? Да, была. У меня был маленький зайчик. Я его везде таскала с собой. А почему именно этот зайчик стал прям любимым-любимым? Потому что его подарила мне мама на день рождения. Не знаю, как-то вот улюбился. У меня было очень много игрушек, но именно этого зайчика я таскала везде. А что бы вы сделали, если бы вы встретили Паддингтон? Наверное, поехала бы с ним в какое-нибудь путешествие. Если у вас любимая игрушка была, а ли она в детстве? Да, это тоже был медвежонок. Это иронично. Но он был не похож на Паддингтона. Это такой оранжевый медвежонок. А вот как вы думаете, почему Паддингтон всегда носился с собой чемодан? Потому что мне кажется, знаешь, есть такое выражение «человек мира», а он медвежонок мира. Это когда он везде чувствует себя как дома. А какая черта вам больше всего понравилась в Паддингтоне? Непосредственность и доброта. Конечно, иногда его непосредственность немножко выходила боком. Когда он в новом доме в Великобритании, например, чистил уши зубной щеткой. Что бы вы сделали, если бы вы встретили Паддингтона? Отправиться с ним в приключения. В какое бы путешествие вы бы отправились с Паддингтоном? В захватывающие. Если у вас любимая мягкая игрушка была, а ли она в детстве? Вообще, я очень люблю мягкие игрушки. У меня сейчас моя любимая, такой мопс с шариками внутри, чтобы можно было его так вот обнимать. А у Киры в руках. У меня есть вторая такая же дома. Давай быстрый Блиц-опрос. Попкорн сладкий или соленый? Соленый. Сладкий. Сладкий. Ничего, из-за этого я не люблю попкорн. С колой или с водой? С колой. С колой. С водой. С водой. В кино или дома? В кино. В кино. В кино. Попкорн в кино. В кино. Один или с друзьями? С друзьями. С друзьями. С друзьями, конечно. С друзьями. Тэйди или Паддингтон? Паддингтон. 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 Вот мы узнали, что наши гости ждут от фильма. А чтобы полностью прочувствовать атмосферу приключений Паддингтона, приходите 28 ноября на фильм «Приключения Паддингтона 3». С вами была я, Александрина и журнал «Пикало». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!